Доброе утро. У нас в республике общее число зараженных коронавирусной инфекцией с начала эпидемии достигло 3817 человек. Из них за последние сутки 75 человек. По городу Якутску 61, 14 по районам республики, в том числе 6 по Геренгринскому району. Ситуация остается такой же напряженной. Есть, правда, незначительное снижение на сегодняшний день, самое низкое значение за последнюю неделю. Вместе с тем мы видим, что по ряду районов ситуация остается такой угрожающей. Есть те районы, в которых только-только появляется коронавирусная инфекция, начинает распространяться. И по городу Якутску, конечно же, пока все-таки, в первую очередь, на мой взгляд, не соблюдение ограничительных мер со стороны населения, так оно не позволяет окончательно переломить ситуацию. Все-таки ниже 60 человек, заболевших в сутки, мы никак не можем спуститься. При этом, конечно же, по районам хочу сказать, что наблюдаются случаи заражения людей именно через родственников с детьми, приезжающих из Якутска. Вот последний случай – две семьи в Кобейском районе. Есть у нас случаи нелегальной работы таксистов. И вот это привело, например, по Усалдану тоже к заражению, ну, на сегодняшний день четырех людей уже, вот, работа одного таксиста нелегального. Это говорит о том, что, к сожалению, вот, несоблюдение ограничительных мер, несоблюдение санитарных мер, оно приводит к таким тяжелым последствиям. Поэтому здесь, особенности вот там, где и дети приезжают, и когда необходимо куда-то выехать, надо все-таки все меры ограничительные продумывать и их строго соблюдать. У нас, к сожалению, растет число тяжелых больных. На сегодняшний день их по республике 33, в том числе 11 человек находятся на аппаратах ИВЛ. Это тревожная цифра. Врачи, конечно, борются за их жизнь. Вместе с тем, надо понимать, что особенности для нашего старшего поколения, старше 65 лет, вот эта тяжелая форма болезни проходит очень сложно. И, к сожалению, летальных случаев у нас в республике тоже вот на сегодняшний день официально подтвержденных 26 случаев уже имеется. Хочу сказать, что по количеству тестирований мы все равно находимся одним из, ну, лидеров в Российской Федерации. Практически 20% населения у нас уже, ну, тем или иным образом тестирование на коронавирусную инфекцию проходили. Ну, вот по количеству, почти 200 тысяч анализов, это пересчетим на 100 тысяч. Мы, еще раз хочу повторить, одни из лидеров страны. Это и позволяет нам выявлять достаточно большое количество людей на ранней стадии заболевания. И у нас вот сегодня свыше тысячи человек проходит лечение амбулаторно. Это, на мой взгляд, тоже хороший показатель. В целом, еще раз хочу сказать, что, несмотря на то, что коэффициент распространения инфекции у нас в республике сократился до единицы, а он у нас, напомню, несколько дней назад был 1,24, вместе с тем, для того, чтобы мы в дальнейшем могли снимать ограничения, нам коэффициент распространения инфекции необходимо сократить до 0,8. И здесь работа должна быть очень серьезно налажена как руководителя оперативных штабов на местах, так, конечно же, и от соблюдения самим населением ограничительных мер и санитарных мер. Очень прошу населения республики вот это правильно понимать и соблюдать и ограничительные, и санитарные меры. Спасибо.